Слушай, а что думаешь насчет того, чтобы экономить на автомобиле не за счет удешевления, условно обслуживания автомобиля, а именно за счет просто реформата всего вот этого? Я, допустим, стал чаще ездить на велике, ходить пешком, ездить на общественном транспорте. Но опять-таки это подразумевает переезд, я переехал сильно ближе к работе, чем раньше. Что думаешь про такую вообще тему? Думаю, что она применима, но только для Алматы или для южных городов, потому что, например, моя супруга Асель, она очень любит ходить, прямо она все время в Алмате готова ходить, но в Астане невозможно. Во-первых, инфраструктура некомфортна, и плюс еще климат суровый, там в Подштане как 10 месяцев ходишь в году. То есть в Алмате такая погода, зелень и все вокруг, она тебя сама подталкивает. На самокате, на велике, но для северных городов, я думаю, это не совсем применимо. Но это, конечно, правильно, да, минимизировать развитые страны, к этому же идут, что меньше транспорта. Но у нас наоборот, в Астане инфраструктура такая, как будто только для машин создана. Только для тачек. Да, и поэтому с этим тяжело что-то поделать. Хочешь печальную статистику? Да. Казахстан – третья самая опасная страна для автомобилистов после России и Америки по количеству ДТП на тысячу человек. Печальные новости. Печально. Более того, 40% ДТП со смертельным исходом происходит на междугородних трассах. Да, вот, кстати. То есть вопрос именно избавления от автомобиля в качестве основного вида транспорта – это вопрос не только финансов, еще и жизни. Да, я вот боюсь сам, кстати, на трассу выезжать. Не то, что боюсь, я всегда этого избегаю. Не хочу выезжать. Я очень аккуратно вожу. По-пенсионерски, можно сказать. Но из-за другого человека я не отвечаю, и такие риски на семью брать не готов. Поэтому мы всегда поездом, либо самолетом.